Во имя Отца и Сына и Цитого Духа, Аминь, Аминь. Мне сказали, что... А, нет, сначала, с первого. Закончили 15-ю главу. Да, закончили 15-ю, точно. И остановились на 16-й главе. Значит, первый стих 16-й главы, послание апостола Павла к кремлянам. Представляю вам Фиву, сестру нашу, Диаконессу, в церкви Пентрейской. Толкование. Настоящее послание доставило римлянам Фива, потому и знакомит их с нею, Павел. Высказывает свое уважение к ней и тем, что упомянул о ней на первом месте, и тем, что назвал ее сестрой. Это великое достоинство. Так что помните, сестры, когда вас называют сестрами, великое достоинство. И тем, кто показал ее должность, наименовав ее Диакониссой. Все? Ну, что тут? Я вопрос хотел бы задать. Да, вопрос. Вопрос. Вообще, кто такая Диакониса-то вообще? Мы первый раз сейчас встречаем. Я сказать не первый, а единственный раз. Во всей Библии. Больше слова это не встречается. Один раз. Простите, единственный. Да, а в канонах она встречается. Да. Я попутно хотел спросить, знакомиться с Диаконисом. А я хотел вас с Иосаком Ньютоном сегодня немножко познакомить. У англичан, там в Сенате где, ну там, палата лордов-то, ему лорда присвоили, и он сидел. И вот, который выступает, он обязательно должен сесть на мешок, полный мешок шерсти, на австралийской шерсти. И он никогда слова не просил. Я один раз только поднял руку, слово, и ему через весь завод этот мешок теперь кидают в шерсть. А он получил его и сел. Что же он скажет, все замерли. Представь, ученый, он говорит, я вас попрошу, господа лорды, форточку закройте, там сквозить так. И мешок полетел обратно к депутату. Сегодня нам предложили на улице проводить, там накрыли стол, господа депутаты. Вы считаете, это невозможным или не нужным пока? А съемки? А съемки? Переноска есть? Он уже подошел и сказал, я говорю, буду там делать. Ну, уже все. Ну, смотрите. Уже здесь мы все. Вы не вошли в мое положение. Я три года на занятиях не была. У меня ребенок играет в песке, я посадила, думала, послушаю. Покойно, без пены. Вы не хотите ничего. Я предложил, не могу больше ничего сказать. Я не один. Не хотят войти в положение. Леночка, я не один, я старался. В следующий раз войдем, подготовимся. В следующий раз Володя уже не будет. Сегодня он уезжает. Другой будет. Надо уже будет. Стоп, снимали. Ну, давай. Кто бы снимал, того нет. Все, продолжайте. Деканица какую роль играет? Вот, нигде не написано. Вот, как плохо без жития святых. Вот, вчера я отвечал, ну, записали мы это, про Дятлова, Игоря Алексеевича. Погибшие девять человек, туристическая группа. Вот, я доказываю, беру житие за 5 марта Конана и Саврианина, которому бесы подчинялись. Такую власть имел. Они за него огород тяпали, растения вырывали, там, все абсолютно делали. Печь растопляли, воду носили. И везде слушали, а кто что против Конана скажет. Они его хватали, били его. И вся страна боялась про Конана сказать. У него незримые, везде были посыльные, соглядатые. Бесы. Ну, да разве поверят какие-то неправославные люди, там, сектанты или такие, да как так, да кто он такой. Бесы его слушались. А потом болезни были, такие, осп они распространяли. Он их бесов и переловил, и там 90 сколько сосудов, сосуды глиняные. Тридцать. А? Тридцать. Тридцать? Оловянных. Нет, сосуды глиняные, корчашки. И запечатал их туда. Воловно. Ну, это хаттабыж просто. Ну, фильм-то как раз про это, что сосуд он вырвал оттуда, вырвались это. И так и было. А когда умер, один сосуд нашли, расколупали, как они подняли вихрь. Но по молитвам его загнали их все-таки. Так вот, был еще какой-то один конан, еще один конан. Персиянин. А этот Исаврянин. Исаврянин это, ну, и Иаков Исав. Турок какой-то был. А этот другой. И что они мазали, вот когда миром там мажут, и человек, и батюшка, поднимите штанишки, там эти, ну, батюшки, зайдите в церковь, а у нас-то не так батюшка делает-то. Маленько не так. Ну, а мажут, а все же печать дара Духа Святого. Что там ей мазать-то надо было? Одна была персиянка, до того большая красавица. Ей надо мазать, а он огнем к ней возгорелся. Пресвитер-то. На ее смотреть нельзя было так. Ну, а мазать, что ей мазать-то надо было? Что он не мог помазать ей те места. Значит, какие-то места, которые сегодня не мажут. И он еще, он не мог закончить, а крещение не закончено. Он тогда не видит ничего, сделал. И пошел. А ангел уже встретился на дорогу. Еще и идет, что он знает, ангел. Сам не знаю, что со мной сегодня и сделалось. Я всегда думал, что для женщин у меня, хоть голых, табуном, я даже не гляжу. Тут какая-то попала, как глянула огнем, вспыхнула все во мне. У протопопа вакуума такое было. Одну исповедовал. Она так красочно исповедовалась, что он и про жену, про детей забыл. Так он свечку скрутил вдвое или втрое, зажженную, поставил, пока, говорится, не зашаяло, не задымило. Вот как бороться это надо. Так и этот. Так вот, для этого существовали деканисты, которые мазали, где уже совсем нельзя, сокровенные места. И помогали при крещении. Сектанты этого не разумеют и говорят, не раньше, чем в 60-летие. Ну, какая деканистка в 60-летие, это уже песок сыпется. Там речь идет о 60-летие, избираемое на иждивение церкви. Пансионат в богаделье не принимать раньше 60-летие, потому что ее поставили на иждивение, кошт выделили ей. Они привыкли, по домам ходят, болтливые бывают, говорят, чего не должно. Но, а таковых мы советуем лучше замуж выдавайте, пусть она там мушкой на день командует. Любить мужей. Писание-то его и понимать надо. Я когда обратился, спрашивал, а что это избираемое 60-летие? Да это деканисты. Я тогда даже не подумал. Ну деканисты их нету. А потом как? Да в 55 лет на пенсию идут. А в 60 ее избирать куда-то? Да ее куда избирать, когда она уже прописана в одном месте, на Черницком кладбище? Ну, да в 60-то лет-то. Значит, здесь шла об иждивении, о пансионате. У ней была обязанность помогать диаконам и прочее. Как ее руку полагали, в каком возрасте была. А в канонах говорится, что не раньше 40 лет. Вот 40 лет ее руку полагали. В диаконы, виподиаконы 20, в диаконы не раньше 25, в пресвитера не раньше 30 лет. 6-й вселенский собор, 19-е правило, не раньше, нет, это 14-е, 15-е правило. А если раньше, извергать. Ну, что значит извергать? Ну, видимо, ждать уреченных лет, когда исполнится. Я вот смотрю на которых и говорю, а он в санях 41 год. В санях церковном. Я сегодня на одного наткнулся, в санях церковном. 41 год в санях церковном, а 58 лет, кажется, ему. Так это во сколько лет он был? 17. Ну, вот и все. И кого он может исповедовать, когда он в живе не видел человека? Не знаю, перериснем. Но что знаем, у нас это неприменимо, дано и не нужно. А получали они или не получали, ясно дело, что обязаны кормить были. И щедро жертвовать. Я сказал то, что знаю. Ну, вот в истории русской церкви православной, деканист не было в истории русской православной церкви. Ну, нет, ни у кого нету таких. Эти, этот вот, Георгий Тащитков, они пытаются Агапу, все это. Что я могу сказать, когда не знаю? Может быть, они и правильно делают. Но у нас в этом нужды нет. Нас очень мало. А что она будет делать-то? А у католиков есть такой институт? В данный момент ответить не могу. Думаю, что у католиков, если нету, то совсем недавно как нету. Они, католики, видишь, как мобильно все это могут, заметили где-то. А у нас неповоротливая такая законсервированная система. Консервация-то хорошо. Хорошо, но бывают и свежие овощи. Я смотрел в Европе по этому вопросу совсем недавно. У католиков нет. А вот уже у протестантов там... Да там вопросов вообще никакие. Связи у них с исторической церковью нет никакой совершенно. Каждый встал, а мне Бог это открыл. Ну и как споришь-то, не Бог ему открыл. Вот я их таких беру, просто так беседуем. Я говорю, тебе откуда это известно, что вот так надо, вот когда крестите, и человека вот так опрокидывают листом кверху, и вот так вот. Вот так всегда крестят. Ну слово всегда бесите. С по какое время? С какого? Все заглохло. Да не раньше возникновения вашей секты-то. Ну самое первое, Баптиста, 1609 год. Раньше 1609-го никто не крестил так. Было что поливали, было крапили, но чтобы в воде опрокидывать и ложить, вот так вот, это совершенно не по Евангелию. А почему? Они спрашивают, почему? Потому что мы в смерть Христа крестили. 6 глава, 4 глава у апостола Павла Кремльного. Смерть, а Христос умер стоя, поэтому он стоя должен в воде подниматься, а это положение в огроб. Это в огроб так кладут. И сектанты не крестят в смерть Христа, они крестят в положение в огроб. А положение в огроб никакой харизмы не несет, никакого таинства там нет. Мы смертью Христа искуплены. И поэтому в смерть крестились. Это мы умерли. Не написано, положили в огроб. Они не рассуждались совершенно. Вот я сказал, относительно бороды. Борода? Да хорошие люди-то я вижу, это рассуждения какие. О бороде места указаны мною, которые я, допустим, указываю, несколько мест. Никогда не отвечают. Он перескажет, а у вас трупом поклоняются. Да сейчас о бороде мы говорим. Ну а зачем трупы пилить-то? Я говорю, мы сейчас говорим о бороде. Мужчина, ножа, бить борода. Так вы трудопоклонники. Ты чего с вами разговаривать? Это понимаешь? Так-то не они одни. Вот Вага Шитикову приезжала, знаете, где-то. Она работала в Новосибирской епархии. Ну и она стала беседовать с людьми. Она работает на складе. А в свободное время с сестрами стала беседовать. Евангелие надо читать. И стала читать. И я сразу к архивии Гедеон Докукин. Тогда был архиепископ. Так, потом Ставропольский митрополит. Так. Зачем же вы наших людей так учите-то? Не надо. Мы слабые. Но мы православные. Зачем это так? Сектантское нам все вместе. Это уж у вас у бартистов так. Она тут же исповедуется. У него работает епархия и причащается. Он ее давит тем же самым. Она владыка. Да и какой? Я ни одно дня с ректантами не была. Я Евангелие читаю. Ну я ей говорю, зачем это баптистское-то? Мы же православные. Мы слабенькие люди. Владыка, вам неправильно обо мне сказали. Я никогда не говорила. Ну я ей говорю, зачем это нам надо? Потому что у вас как положено, чтобы у баптиста так и делайте. То есть то же самое. Тоже как будто это еретик какой-то, это архиерей. Он не слышит, не разговаривает. Это полностью замкнуто. Или он умышленно под дурака играет. Так архиерей не должен этого делать. И о чем мне? Я говорю, борода. Борода. А тогда Христос зачем умирал? А какое отношение смерть Христа к бороде имеет-то? Ну я ей говорю, зачем это вот? Борода, какие-то обрядности, вот это все, вот это набираете, вот такие у вас заскоки. Это тоже еретическое. Ну мужчине Бог дал бороду. Я им просто говорю, с баптистами я рассуждаю. Скажите, борода нужна, а зачем она нужна? А кому подражать нам надо? Павел говорит, подражайте мне. В чем подражать? Подражать великому малому. Давайте в порядку. Евангелие от Луки. Читаем. По порядку родословное. Был человек Сифов, Адамов, Божий. Заканчивается родословное. Теперь, Божий Адам, раз все у него борода есть, нет? Ты посмотри на изображениях. Стив, все, 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 все патриархи с бородами. Да кто же бы резал бороду твои, все. Везде рисует. До Христа. Христос с бородой был? Да, не рисует. Без бороды-то его не рисует. Он как рисует? Я говорю, апостолы. Ну мы не знаем, мы как-то не знаем. Библейский словарь вышел в Юстре. Если апостолы с бородами, да вы что? Я говорю, баптистский журнал у меня. Все с бородами. В России-то с бородами все были. Мне книги сейчас принесли, жечь. Я смотрю, инспектор духовных училищ в области Ульянов Илья Николаевич. Это большое звание было. Очень большое. У него борода. И рядом его инспектора, которые сидят с ним, ну конечно в возрасте, это большая должность, лет по 40, все до одного с бородами. Теперь его сыночек вырос, Владимир Ильич Ульянов. Ему кажется 29 лет. Рядом сидит Мартов, сидят там Крышежановские, все сидят. Семь человек стою с борьбы за освобождение рабочего класса. Ну у меня в шкафу сейчас, все с бородами, на фотографии. Так это давно ли было-то? Отец у него с бородой. Так он училище, инспектор училищ, не училище. Учебное заведение. Это большая должность была, там я не знаю, он меньше полковника. Генерал он. Генерал может быть. Генерал. А ты он подчеркнет. Теперь дальше. У нас рукополагает первого епископа здесь, в России. Пришел Михаил. Михаил, этот, грешенский епископ, первый, с Владимиром пришел. Он с бородой был? Ну конечно. Теперь по порядку все с бородой было. Нихан, Авакум, ну даже фильм Раскол. Все с бородами. Откуда вы-то без бородой взялись? От Адама мы проходим, все с бородами. Вам что, она лишняя, давит или что? Я их просто... Теперь у вас иконы. Ну ладно, стектанты, или иконы здесь нету? Вы все православные? Ну посмотрите на иконы. Вот кто там стоит? Кирилл Мефодий, наверное? Там Христос. Никола Чудотворец налево. Ну, почему вы не смотрите-то? Я пошел в Покровский собор и насчитал 475 изображений. 475. Нигде руки вот так по швам не опущены. Руки или поднята, книга держит, или там храм, или что-то сделает. Крест. Руки вот так вот стоять нету. Так разрешено молиться? Ну нет почему-то этой иконы. Ни одной. Дальше без бородого ни одного. Ну, Пантелеймон, Иоанн Богослов. Ну, по 16 лет там, по 14 лет может было. Варвара Великомун, этого, мученица, царица-то первый раз у нее вот так руки. Вот сейчас вот она, последняя икона. Я пишу в виду Елисавету. Елисавету Варвару. Елисавету, вот это первая, откуда появилась первая. Да, вот у нее вот так. Елисавета, мученица, с Иннокеней Варвары. А в руки у нее мученица, это первая. Но бритые появились. Сейчас на иконах стали рисовать бритые. Где? Царь Мученик и генералы Белой Армии. А они все были то с усами, то безбородые. Они не могли бороды пристроить. Первые иконы, ну вот, сколько, ну или не больше полвека, как назад. Ты что, на это ориентир теперь держать? Да они проиграли Россию. Они про масонины добыли до мозга костей. Вот и все. Рассуждать очень просто. Я всегда обращаю, вот апостол Павел, посадник к Риму. И неужели нам, говорит, осадь? Никак. И неужели нам? Никак. Он сам задает вопрос и сам отвечает. Сам задает, сам отвечает. Это прекрасно. От людей не дождешься этого вопроса. Я спрашиваю, борода тебе мешает как-то? Так за ней какой надо уход? Ну смотри, какой уход. Вот здесь уход. Ну пыль стряхнуть, чтобы пушинки слетели. Все. Какой уход? Ну если она у меня, борода, 60 лет, я 60 лет не брею ее, там 55 лет. Я ни одной минуты, ни одной битвы не потратил. Какой уход? А радиация. А там грязь попадает, пыль. Радиация еще. Так я говорю, а радиация даже. Ну у меня попадает грязь и пыль. Ну я здесь-то, это же подход еще только. Я могу смыть, но у тебя-то прямо на тело. У тебя-то язва, язва. Ты-то прямо непосредственно, на что лучше? Вот пыль попала на одежду или на тело, на голову. Что лучше? Нога, которая в сапоге или на голенище? Где опаснее? Ну тут доказывать нечего. Ну это совершенно. Я когда считаю, то ли люди вообще не хотят думать, или им это выгодно так сатану тешить. Определенная четкость здесь. Вот говорили, что были деканецы, их нет. Искусственно не надо натягивать. Их нету. Они утеряны. Ну и все. Вопрос перешагнули. Борода у нас есть. У нас бороду стрижет, он там будет за бородой. В коридоре стоять. Пока не отрастет. Римлянам 16, 2. Можно вопрос? Водяний как главный. Я хотел вам вопрос задать. Ну такой актуальный. Вот допустим, все получилось, как вы сказали, на день в деревне. И получилось, что епископ сидит. Это как-то будет обговорено. То есть первый вопрос у меня. Как-то будет обговариваться, что будет отдельная беседа с епископом. Потому что его не поймать, епископа. Если мы увидим, вот епископ посреди такой компании, ну я имею ввиду компания, как коллектив, человеческий, простых людей, живых, которые ходят, дышат, и которые марионетки под него подделаны, чтобы он поглядел туда, там уже опахал он. Поглядел сюда, тут ему уже в рот заглянули, подлизнули. А вот в такой компании, то мы тогда себя как начинаем вести-то? Вы беретесь на себя сказать ему все, что надо-то? Или нам встревать-то можно? Мы уже много эту тему говорили. И то, что ты сейчас говоришь, вот так вот делаешь и стучишь, сегодня он будет смотреть после обеда уже. Да он может и не будет еще. Я говорю, он будет смотреть, потому что они сейчас бросили силы смотреть. После этого, как пригласили, что они как к нам относятся, стоят и какие они лояльны, нет. Ты не считай их в этом вопросе. Они очень умные. Вот это, что мы с тобой разговариваем, он сегодня будет смотреть. И скажет, ну куда ехать? Смотри, они нас говорят. Они перед нами не хотят согнуть себя. Да, ну да, получается, как они хотят согнуть себя. Я скажу так. Если он почувствует, что перед ним люди, они горбатые хозяйки, он будет разговаривать. Да? Он будет разговаривать. Он может разговаривать. Его брата сейчас ставят у епископа. Его брата родного, говорит. Ничего себе. Да. Понятно? И теперь, все, может быть, сказать. Я забыл, не забыл, а даже не подумал. Мне сейчас сделали замечание. Мы документы-то сдали. Помолите, чтобы их сохранили, нам вернули визу на оформление. Я говорю, у нас людей-то еще достаточно. Чтобы все помолились, потом дома будете молиться. Потому что дают за две недели, а у нас чуть не месяц. Потому что подают праздники. Ну они могут и раньше, но не позже. Дальше. Теперь, я на вопрос задам. Я ничего не знаю. Я сам в числе тех, которые сбоку стоят. Но! Вы-то для чего-то есть, а Бог? А Бог. Я однажды пришел. Ну и у батюшки гости приехали. Священники сидят там в бассейне, кажется, какое. Вот. Ну я увидел, не так, и вопрос сразу задал. Батюшка мне и говорит. Я говорю, время позднее. Наверное, тебе пора отдыхать. Он не выгоняет меня. О! Слушаюсь. Вышел. Да какой же у меня батюшка-то хороший. Я на полусловие прервался и пошел. А вот теперь они задумывались. А теперь они спросят. Они могут теперь уже батюшку спросить. А почему ему не дали сказать-то? Он бережет доброе отношение. Вот как может быть. И это батюшка тоже будет смотреть. Будет смотреть? Да. Он ходит к Лене и смотрит. Я уже знаю, как у них там распорядок есть. Можно? А можно ли сделать как-то подробно? Можно. Если мы будем помнить, что мы все братья во Христе, и все на суде Божьем предстанем без этих причиндалов. Без прибампа со всяких. Такой, как и есть. В голом виде. Ни одежды не будет и все. Наши костюмы с вами будут под костюм Ева. У всех. Прекрасно. Вот теперь я хотел продолжить. Вопрос еще следующий теперь. На эту тему. Ладно. Ну так вот уже более-менее понятно. То есть твердая позиция ваша. Это очень хорошо. Теперь дальше. Вы, ну как все вы братья знаете. Всем видно, что с нами у них происходит какое-то торможение. Это уже заедает у них машина где-то второй раз. Вот сейчас вот третий раз уже пытаются. Они уже сами опять. Но они и в тот раз сами пытались. Теперь уже конкретно. Сами предложили приехать посмотреть. Им с этого просмотра. Какая корысть или радость. Что они все нас смотрят и смотрят. То есть дело все обстоит в следующем. Как мне видится. Я не знаю кому как. Я просто переживаю. Дальше пускай там сами. А это все батюшке как раз проиграл этот вопрос. Да? Да уже все проиграл. Дело все в следующем. У них мы становимся как какой-то косточкой. И косточка довольно неприятная. Потому что если уж епископ Максим, которого вытянуть на разговор с простыми людьми, ну невозможно. Он вообще закрытая зона как в 45-ке в Советском Союзе были. Туда попасть одна колючая проволока и охрана. Поэтому и он опять сам к нам просится опять говорить на какие-то разговоры. Он не просится, его пригласили. Хорошо, но он согласился причем там с кем-то приехать. Теперь дальше. Может быть как-то уже слово актуально. Актуально, я не знаю, может быть уже логично, тоже не то. Пора как бы назрел уже этот вопрос разрешить до конца как-то. Ну, то есть я не понимаю. Может быть он чего-то недопонимает, епископ. Ему конкретно рассказать, что нам от них надо. Вообще всю подноготную. Побеседовать с ним, рассказать, что мы никогда не были за объединение. Зачем? Когда мы и так к вам ходили молиться. Нам было хорошо за рубежом. Почему? Там крещение идет, КГБшников нету. Ну, то есть все понятно. Сергианства нету. Когда вы предали своих братьев с 17-го года начиная. 30 епископов писали Сергию. Ну, это вспомним, Соловки. И вы от них, от всех отказались. Их нету в Святцах нигде. А мы-то за них, мы их поминаем. И теперь вы хотите, чтобы мы пришли к вам. С каким багажом-то мы к вам перейдем. Под ваш теплый эмофор, который еще пока надо разобраться. Он теплый или не очень. Он скажет, мы не такие, как те, мы другие теперь. Да, вот тут-то и надо до конца разобраться и показать ему. А как те, вот у нас и свидетели, и последние свидетели есть, которые, что было 10 лет назад, то и... Помните, как я тут епископа спросил? Я говорю, да-ка, мы вот ходим. Сестра первая стала и говорит, а мы ходим. Ну, а это, и нас называют юридиками, раскольниками. Может быть, как-то вы там поговорите, ну, чтобы они там сказали, что этим... Что мы-то не юридики. Она правильно поставила вопрос. Ну, там, епископ неправильно уже пошел. Да вы неправильно благовествуйте. Ну, то есть, ладно, это его дело. Ну, этот же ВОЗ-то и ныне там, а это 2002 год был, вопрос поднимался. А ВОЗ-то не просто ныне там, они еще злобнее стали. Гонят уже. Вот, и можно и показать же и свидетельство. Я думаю, может быть, прям телевизор вынести, да, и показать все это во всю красу. Вот ваши священники. Они вместе с отцом Павлом там, с вами вместе сидят за одним столом. И что вы скажете им, то они и делают. Да дело все то, они не должны такими быть. Опять же, куда мы идем? Это что там, роботизация всей епархии называется. Сказал один человек, и теперь все идут только с правой. Да? А где свобода во Христе-то, она как организуется-то? Где это рождение свыше каждого человека? Каждый человек угоден Богу. Там, вы все цари и священство. То есть, надо к нему подойти. Я не знаю, как это сделать, но может быть. То есть, мы-то, теперь батюшка спрашивает, а цель какая? Вы хотите их обратить? Да, мы хотим. Но только от нас зависит, что ли? Ну, если это от нас зависит или не зависит, мы хотим обратить их или нет? Я вот этот вопрос тогда задал. Вы хотите, чтобы мы были такие, как вы? Потому что человек направляет свою дружбу так, чтобы каков он сам, таким взялся друг. Я говорю, вы хотите? Ну, не молчат. Я говорю, а мы, быть, как вы не хотим, мы вас боимся, чураемся, как чумы. Вот так. Смертельные чумы. Это записано, я в епархии это сказал. Вот и весь сказ. Почему его отдавят? Он никогда бы на это не пошел. Если бы его не давил Кирилл. А Кирилл-то вопросы задает не кому-то, а Евтихию. Я же говорил об этом как. Все у них там, в общем-то у вас. Ну, если бы на местах, епископ тоже так лояльно. Ну, если бы местный епископ маленько по-другому как-то говорил. Как по-другому? Ну, там можно было, ну, конечно, если бы. А не, как? По-другому не надо объяснить. Он знает, как. Они все это там. Так, теперь давнули. Епархия, епархия. У вас как там отношения с этими общинами, которые не заходят так-то? Так. Находите контакт. Все. Они уже конкретные. То, что Иоанн ко мне сейчас по-хорошему и сделал теплый омофор. Я в это поверю. Но завтра ему давнули так. Он сразу меня на этом опоре взвернет и повесит. Он меня задушит. Как святого патриарха Протерия. Задушили омофором и все. Я им конкретно покажу. Нам завидуют все священники. Все. Какую невиданную свободу мы имеем. Вот сейчас, если, допустим, мы полностью покорились. Он сразу берет. Благовестие только по моему благословению. Вообще-то неплохо. Но давайте, пока мы еще не объединились. Теперь исследуйте наше благовестие. Павел говорит, я предложил наше благовестие. Не напрасно ли я подвязаюсь. Послание Галатом. Я предлагаю мое благовестие. Заснятые ролики, фотографии, люди, книги, свидетели. Позвонить можно. Тем более, везде все открыто. Так. Им это надо. Они не будут исследовать и не знать. Им нужно, чтобы рычагом я сделался как робот. Он думал, все. Сейчас пока не надо. Теперь я жду. А когда надо будет? Вот то, что мы сейчас готовимся, покупаем, выезд открываем, это им еще не надо. Почему? Это в обречении всей патриархии. Всей. До последнего кусочка. Они не воюют ни с какими сектантами, ни с мусульманами. Они воюют только с нами. Я в эфире, где, ну бывает, встречаются. Как они ласково беседуют с сектантами. Так рассыпаются перед ними. Но каждый остается на своем. Они не то, что неискренны. Я называю суперподлые. Я веду занятия с таким трудом. Это все пробил. В университете 15 лет. Он тайно делает бумагу, приносит, чтобы меня закрыли. И у меня было, что меня по их записке выбрасывали на улицу. С университета с людьми. Да как я к ним подойду? Я с коммунистами наладил связь. У меня открыты университеты. Они следом гоняются. Ну идите вы, я отошел в этот университет. Они туда уже все не пойдут. Вот это высшее авиационное училище. Я веду занятия там 7 лет. Примерно сказать. Они добились, чтобы меня выгнали. Два месяца прошло, ни один больше не пришел. Они мне тогда звонят. Ну приходите, ведите занятия. Вы же говорили, что они не будут. А вы их не знали еще? А они с вами говорят, да, сказали. Они первый вопрос задали. А сколько нам платить будет? Они говорят, как платить? Аудитория есть. 470 курсантов. У нас все есть. Лапки у нас столько лет видят бесплатно. Ну лапки, что, ну, это еретик. На него еще разговаривать. Мы православные, мы ничего даром не делаем. Мы делаем только закрушенный крупный куш. И все. Мы настолько разные, что даже сказать нельзя. Я с баптистами, с католиками, с григоно-армянами полностью могу работать. С ними нельзя. Он тут же говорит и тут же тебя давит и топит. Только сегодня благословились. Приезжаем уже милиция у дверей. А он им сказал, что мы враги отечества. Он доказал. Не доказал, но его никто не наказал на это. Где станция, это село Ребриха. Отец Олег. Я им предал. Да все это заснято. Милиция стоит. Он вызвал в Павловске, в Коробейниках. Они одинаковые, как вот под копирку все. Почему? Пуповина не разрезанная с Белем со Сталином. Они у гроба-то распинались как? Богодавный вождь. Там речь там о патриархе Алексея Первого-то. И теперь Дмитрию Дудкотову. Я не дождусь. Когда будем говорить? В блаженной Иосифе. Моли Бога о нас. Дождаться бы. А что вы ждете так долго-то? В Латвии Литеранская церковь Гитлер уже канонизирована. Святые Адольфии. Моли Бога о нас. А что ты крутишь головой-то? Да Гитлер-то он, что, хуже Сталина, что ли? Да, ну хуже. Два змея, говорит, боролись. Гитлер не раскулачивал. Так это 10 миллионов хозяйств. А в каждом было минимум 6 человек. Ты умножь на эту цифру. Ты не знаешь, что это такое? Страна мурамия. Просчитай. Миллионы. Твардовского Александра Тифановича. Вот где все. Он своих офицеров не вырезал. Казачество не вырезал. Дворянство не вырезал. Гитлер этого ничего не делал. Он не захватывал дурпатерскую власть. Он выборами пришел. Мало, потом больше, больше, больше. А этот рэм-то не понимал. Давайте революцию, давайте революцию. Он говорит, ты как мастодонт. Динозавр. Меняется тактика. Он пришел избранный всем народом. Любимый всем народом. Если каждая вторая женщина готова была зачать от него ребенка. Наверное, любили его. Это не сухорухий любой Сталин. Вот как. Да, тоталитарный режим. Но режиму даже тоталитарно большая разница. Из разрухи. За какой короткий срок поднял страну. Но он сумасшедший был. Куда он полез? Нам по фронту везти. Тут уж все генералы говорят, нам никогда это не сделать. Как с одного фронта войска перебрасывать туда? Какую силу разбудили-то? Мы говорим о божественном. Нам это не надо. Нам слишком хорошо. У них сейчас главный удар по батюшке будет. Чтобы у него тромб какой-то, что-то случилось. А это очень просто. Вот в камере сидишь, с той стороны ручку определенным намажет. Он спит, ничего не знает. Ручку этим веществом намазали. Он утром выходит, все. Что-то кашлится сегодня. Через два дня уже скачался. Ручку только намазали, и все. Больше ничего не надо. Собаки нет. Но это все открыто пишется сегодня в интернете. А может никак от этого не спастись. Это не мина, ничего не взорвалось. Больной, тем более уже сердцем был. Очень просто. А мы говорим, все. Машаров как погиб? Первый секретарь Беларуси. Это по сегодняшний день разбирает. А Кулаков как погиб? Ленинград. Вдруг от кого-то на шоссе влетает грузовик и долбит. Как это так? Это все очень просто делается. Еще вопрос туда же наводящий. Это о чем молиться, чтобы понимали все? Конкретно вот об этом, чтобы Божья воля была выполнена. Как Богу угодно. Потому что говорят, а что отвечать? Как разговаривать? В первую очередь, надо ли отвечать? Вот вопрос, как надо ставить. Надо ли? Или надо молчать? Это первый вопрос, который я всегда должен знать. У меня было бы здесь, когда беседу. Но кто участвовал-то? Я ни одного слова не сказал. Единственное предложение сказал. Говорю, у кого телефон зазвонит, вы его не включайте. Вас же вызывают. В коридоре поговорите сзади. Все. И пока не кончилась беседа с московской патриархией, со священниками, я не сказал ни слова. Оно все записано. Ни одного слова. У меня было, когда-то я у баптистов помогал там строить дом, крышу крыть, а пресвитер против меня всегда был. А тут-то я работаю и сидим рядом за столом. Постное время, а хозяйка вареники, творожники со сметаной. А тарелки вот такие вот, примерно, большие-то. И он ест. Ну, я клюнул там сбоку, где сметаны-то нет. Да у нас пост сейчас. Что там, взял хлеб. А он съел все. Никонов Алексей Дмитриевич. Крепкий мужик. Так, так ты будешь и нет, это нет. Он вот так тарелку берет, одна на другую. Бог, и главное, никуда не вылетели, ничего. Одно мгновение, чудо, и мои пельмени эти, вареники у него. И он, эти заворотник. Но на крышу-то надо лезть. А я на крыше там отрываю, крою. А не, не, какой хороший ты человек. Хороший. Во-первых, я молчу и работаю по полной программе. Они еще только пришли, а я уже на крыше давно, два часа сижу работаю, один. Был у баптистов и сказали, такой-то сестре надо помочь. Крышу перекрыть. А где адрес? Все, меня никто не звал. Да ты же не баптист. Почему не баптист? Я баптист. Я эгоист, я 50-ник. Мне есть, что сказать. Это мой путь. Межи мои прошли по прекрасным местам. Я для баптистов очень хороший, потому что я молчу и работаю. Вот такой я нужен везде. А как только там заговорил, так все-таки не воздержался секретарь-то. Епархия, я говорю, под каждым словом могу подписаться. Николай, помнишь? Все это записано. Под каждым словом. А можно повернуть? Нет, нельзя. Вот я сегодня выставил, вчера, этот видеоролик о Дятлове. Я настаиваю, что это единственное. Больше ничего нет. Согласно того, какие были расследования. Во-первых, чего они испугались? Первый вопрос. Зачем они туда налезли? Я нашел ответ. Они хотели посрамить все предрассудки неугодных, неграмотных манси. Так, а кого они испугались и бежали? Резали палатку-то. Вопрос не отвечал. У меня он отвечал на тот и другой вопрос. С какой целью приехали? Ну а третье. Почему ребра поломана, синяков нету? Я на этот вопрос отвечаю. Следов нету. Следов нету. Нет, следов нигде нету. От них ничего и нет. Это демоны. Они приехали, уехали. Теперь еще, с какой целью они это сделали? С тем, чтобы всем дать урок. Не возносись. Чтобы припомнили Серафима Сарус. Я ответил на все вопросы в одном ролике. На все до единого. А сегодня нашел уже подтверждение тому, что я говорю. Думаю, хорошо, что я не лазил в интернете и не знал, что Агафьев сказала, что сказал этот экстрасенс. А все это в моем ролике есть. Только я мотивирую. Житие святых считаю. Места писания, неконодические книги. У них ничего этого нету. Мой ответ самый полный во всем интернете. Еще хотел... Так, нет? Да. Сам помню. И задавал вопрос. Да. Еще хотел задать дальше. Но, скорее всего, получится так. Но он будет действовать теми же методами. То есть, всех отстраняют и в какой-то момент вы с батюшкой опять оказываетесь вместе с ним. То есть, он будет беседовать с вами отдельно. А на это я не пойду. Не пойдете? Не пойду. Вот. Это уже важно для нас. Как я от народа могу искать? А в тот раз-то ушли от народа? Откуда мы знали? Это только подготовительная была. Пора догадаться. А это подготовительная была. Два епископа. Нам сказали, пройдемте сюда. Вы же не знали, что там будет? Совершенно. Ну да. Ну, ясно. Ну да, вы все-таки через сколько-то появились войны. Рома половина. Так что здесь другая уже обстановка. И тот номер они даже не будут. Они очень умные в этом вопросе. Я вспоминаю, один сотрудник КГБ обратился. И он говорил, вы воюете с КГБ, вам никогда их не переплюнуть. Запомните это слово. Их учат, институты кончают на это. Это их ученики, их школа. Смотри. Виктор. А я этот ведущий. Да. А что там в Кривленом? 15 глава во втором стихе. Что там дальше? Интересно посмотреть. Скоро начнем. У нас есть актуальные. Это мы как раз актуально, брат. Как не актуально. Как не актуально. Это все. Одним мановением-то вы извините. У меня вот простуда, нет температуры. И все, рухнули все наши разговоры. Вы понимаете? А вот Писание это вечно. Брат, чего? Я тебе еще тогда вопрос задам. Чего? Вопрос задам. Сколько деревень, которые приглашают приглашают епископа и туда он едет. Скажи, сколько этих деревень. Он приехал теперь. Чего вы радуетесь? Чему вы радуетесь? Куда он еще приехал? Да никуда он не приехал. И не приедет. Если вы так покажете. О, базатор. А теперь один из вариантов. Он приедет. Теперь подайте слова девать. Включайте. Точно так же куда ваши слова девать? Вы сейчас наговорили на камеру, страху на них нагнали и прочее, прочее. Для кого? На них страху. Для кого все это? Вы же сейчас говорили-то, Игнать Тихоныч. Которая даже имеет... Игнать Тихоныч, у нас каждый имеет право говорить. Вы, он, я, любой из нас. Правильно? У нас демократия. А не другая там декратия. Вот и все. Поэтому я и говорю, что зачем это? Мы собрались занять. Сейчас прорабатывают планы. Человек предполагает, а Бог располагает. Вот и все. Мы сейчас наговорим планы. Тогда были планы. Пошли в епархию. Мы сейчас им рукава за что врежем. Врезали, умылись и ушли. И все. И ничего никому не сказали. Вот и все. То же самое и здесь. Николай, вот и все. Слово врежете. Ничего этого не было. Ничего этого не было. Вот теперь желание... Стоп, стоп, стоп. Табу хватит уже. Ну сядь. Сядь, брат. Садись. Я ведущий. Садись. Ну что вы начинаете... Это что за дискнуть пошел? Ну ты уже спросил. Руку вот давай. Я тебе говорю. Да, говорю. Садись. Ну садись. Сиди. Я устал. Сиди. Не надо. Голову. Никуда не трясите. Он говорит, вы воспринимаете, что он говорит, с той целью, посмотреть, что из нас. Я не думаю, что он просто так-то. А ничего. Он сказал, подними, сел, сел. Сказал, сел, сел. Знаете, как это располагает человек. А мы сразу, по защиту мне говорили, что кто-то такой... Это не годится. Это идет тренировка. Святые все время так и делали. Вот говорит, сегодня мы с тобой занимаемся. А она уже трясутся. И кто? Амросий. Архимандрит. Так. Слушай. Ты. Тебя как звать-то? Меня Александра. Никакая ты не Александра. Требуха вонючая. И сегодняшнего дня, чтобы так и говорила. Кто спросит, так и говорит. Требуха вонючая. Да как я? Я сказал. Ну это его там паста. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Он ничего не сказал. Он просто так показывает, чтобы было понятно. Так. Во-первых, я не знаю про какую встречу. Когда с епископами двое там были-то. Там действительно говорить не приходилось. Но им тоже это было ясно. Что мы не пойдем на то, что они меняют в одностороннем порядке. Епископ Евтихий, когда он спросил. Так что он, Игнатий, не вернется? Он говорит. Нет, он никогда не вернется уже. Раз вы изменили то, что договорилось. Все. Теперь к нам они. А теперь пошли и все, умылись. Не умылись. Мы умоемся дома. Но они теперь делают так, как мы договорились. Теперь уже сами к нам с аппаратуры вот сюда приехали. И ты здесь вот сидишь. Ты это все видел. Значит, мы не зря там были. Не зря. Это была подготовка. Потом подготовка очень сильная прошла. Епископ наш сказал. Вам, Игнатий, никогда не обвинить, что не православный. Он сугубо православный. И он дал такую характеристику. Значит, не зря были, но уже без меня. А когда я был, я молчал больше. Ну, несколько слов сказал. Это достаточно. А то мы пойдем, режем. У нас и мыслей даже не было. Николай. Это не надо. В этом каяться надо. Чтобы я думал, да или кто-то... А кто больше говорит? Они нас отсекли. Ну, батюшка говорил, а я сидел и молчал. Там вообще нет... Но когда сюда пришли, они уже с огромной аппаратурой на штативе и все снимали это здесь. И патоаппараты у нас тут корреспонденты, газеты были. Все фотографировали. А к ним пошли. Ну, а дальше уже подготовка. А потом они отказались. Так что у нас ничего противоправного не было. Во вред никому это не было. Ну, и благословен Господь. Опять же, я хочу продолжить. Для чего я это все спрашиваю? Я это спрашиваю для того, что у меня-то в душе есть надежда, что они согласятся все-таки создать рабочую группу, хотя бы попробовать. Потому что наше желание показать им чистоту православия, к которой мы себя, в принципе, относим. Брат, и ты себя тоже, в принципе, должен относить к чистоте православия. И вот то, что вот это вот мы сейчас читаем, оно напрямую связано с нами. Мы желаем, чтобы епископ Максим в такой же простоте говорил о своей пастве, которая у него есть. Не о бритых и подьяконах, которые называют козлами и дураками старших себя людей. Не говорю там, верующих с бородами. Игнатий Тихонович просто со стороны стоял, смотрел, как они избивали вот этого, раба вашего покорного слугу. А я специально стоял. Нет, вы не сказали. Я посмотрел, вижу, он молчит, я понял. Игнатий Тихонович наблюдает, чтобы потом вот это свое состояние, которое там у него было, мы его точно не знаем, но на сердце отражается, я понимаю, чтобы это все перенести епископу. Но епископа никогда не бывает. Вы как не понимаете это? Теперь, когда сидели два епископа, Господь как взял, над ним портрет, большая фотография семинаристов. Ясно, что не двоечники. Я говорю, а это кто? Но я уже знал. А это кто? Ну, это отличники его. Это, я говорю, ваш волчатник. Как волчатник? Да так. Это будущие батюшки, лютые волки будут. И вот этот пример, теперь я стоял, молчал, но я же там с ним рядом стою. Сестры, помните, как нападали после прощенного воскресенья, и как они напали семинаристы на нас? Наглые, дикие, бессовестные. И я ему все это высказал. Это преступники, вас судить надо за то, что вы добрых ребят такими волками сделали. Это я ему все здесь сказал. Я для этого и есть, чтобы сказать. Так зря ли мы там были? Не зря. Не зря, при том это было положено очень сильное основание. Он даже с опаской, он умный, и он отпустил священников к нам сюда, это разве мало? А тут кто был? Тепляков, председатель, секретарь журналиста Полтайского края. Волобуев. Какие были у нас люди? Так, не надо трогать никого. Вот так. А потом дальнейшая встреча. И то, что они отказались, это тоже пример. Пошли, не пошли, теперь нам они дали тему разговора. А через это мы подойдем. Почему вы не твердые в слове своем? Почему вы от доброго дела, начатого уже, и так отказались, сразу и разрушили? Дипломатические встречи всякие, все нарушили. Почему? Им придется отвечать. Потому что мы все это запишем. Может сказали. А батюшка скажет, не надо писать. Да ничего не скажет. Но если скажет, это не в храме. У него в доме, если он может командовать. А мы попросим выйти на улицу, и все. Власть у батюшкина кончилась. Он больше ничего нет. У меня в доме он командовать не может. Он может командовать там. А здесь он никогда не скажет, что здесь не снимаете. Никогда. Почему? Здесь я хозяин. А вот коридор пройдешь, там он хозяин. Он только мигнул. Не надо снимать. Ну и все, Володя, закрыл аппарату, ушел. А я ему отдельно говорю, батюшка, почему ты? Идет литургия, тут важный момент такой. Ты говоришь, считаешь, почему? А что каждое слово? Теперь я ему доказываю, показываю. Вот выступает депутат. Вот депутат заснул, спит один. Снято. Вот у них там свалка, драка. Друг друга хватает, там бьют на Украине. И все это показано. Вот жарит эту Пугачеву Жириновский. Все это открыто. Как он ее... Да вы как проститутки только под каждого ложитесь, певички. И она сидит только как рыба на льду, рот разевает и все. Она знала, с кем схватилась-то. Я так думаю, несмотря на его эти Вильянин, где он может быть один из самых умных депутатов. Кто из них организовал партию? Кто отдельно партия? Один человек. Он образовал, только больше никого нет. Он не оказался победителем, может подтасовали. Он вполне мог быть президентом. Помните, когда первый раз он захватил сколько? За него было. И сейчас. И все это заснято. Вот он сидит, развалился. А рядом журналист. Выслушают. И он сказал, ты откуда сбежал? Ты из дурдома. Дурак же ты такой-то. Как дам тебе. И все это заснято. Все выпередно. А тут, а ну-ка, убрать его. Вдруг огромные амбалы, как там это. Когда у Гитлера там надо его убрать, который предатель-то. Все. Пошли. А он идет сзади, слышит, как кто-то бьет, кто-то падает, но уже за кадром в коридоре не видать. Зачем? Зачем? Мы, во-первых, знаем, что это за человек, и не дай бог, если мне это попадется. А потом и думаешь, да и я не буду этого делать, еще другие дела, чтобы не попало. Это урок. А мы все что-то прячемся, даже на литургии. Я говорю, на литургии-то смотри, патриарха снимает Дмитрия этого Смирнова, этого тухлыми яйцами кидают в Андрея Кураева там. И все заснято. Почему он не боится Андрея Кураева-то? Его клеймят там, он пришел, бьют, он за барьером стоит, а он наступает прям, кажется, сейчас убьют его. Ничего, все заснято. В эфире стоит. Смотрите. Я ни одной съемки никогда не боялся. А можно снимать, да даже не спрашиваю. Это наша жизнь. И кто-то из этого возьмет для себя урок. Дух Господний, где там свобода. Где Духа Господня нет, нет свобода. Раз нет свободы, я понимаю, хоть тысячу раз говорю, Дух Господний, благословите, ничего там нету. Это пустое махание рукавами. Это рабы. Они ничего не получают. Должны быть свободны. Я имею желание сказать. Мне никто не запрещает. Они правилом на Макадон написали. Аще, мирянин, досадит священнику или скажет ему укорно, да будет проклят вовеки. И не простится ни в семь веке, ни в будущем, да единый участь с Каином да с Иудою наследует. Сумасы эти. Священнику сделать, это уже моей судьбой. Он стоит, у него кроме проклятия-то ничего нету. А незаслуженное проклятие написано не сбудется, но пойдет на волосатую тему. Не на лысину, а на волосатую тему. На меня уже не пойдет она. Я даже это увидал, что на меня и проклятие-то не падает, они отскакивают. Как от яйца. Я еще дальше хотел продолжить. Дело все в следующем, что возможно, как его душа, епископ это, она не расположится к этому рабочему нашему процессу. По какой причине? Дело все в том, что у нас не епархия. У нас всего лишь одна община. У нас один священник, и там несколько чтецов. Можно пересчитать по пальцам. Остальные все миряне. Теперь дальше. Создавать рабочую группу. Из кого? Они. Почему они прислали к нам именно трех сначала священников, потом четырех священников? Почему именно такое? Почему ни шесть, ни восемь? И ни одного мирянина нету. То есть, такое впечатление, что с нашей стороны, это знаете, как вот есть там про басмачей, фильмы древние, старые, и там убили всех командиров. И самый старший у них там этот сержант, или там даже кто-то там, ну, оттуда идет полковник царский, там. Ну, они там захватывают какой-то этот. Где у вас тут старший? Ну, говорит, все, будешь ты старшим, ты у нас за офицера. Все, шашку ему нацепили, портупея. И вот он вышел, а он только что из рядовых. Ну, как с ним разговаривать? Кто-то подошел, представляется, я там полковник Ромаевский, он там, а этот кто? Ну, а я там, что, Иван Иванов, ординарец там какого-то. Да что с тобой разговаривать? Да когда у нас там командир отдыхает, ну, они все скрывали же. Так и у нас получается, они-то все видят это. И ему как бы это прийти. Ну, кто такой, вы видели, сколько у нас там? 180? Да я могу половину выгнать, у меня еще 90 останется. А вы кто тут такие, лазите тут под ногами у меня? Это так уж, что там, что-то, я не знаю, потряху взбрело, вы бы мне сто лет тут не нужны. Это вот так. Если вот с такой позиции. Надо его, ему показать. А как показать? Вот это правильно вы сказали. То ли говорит теперь с ним, то ли не говорит. Он пока опять ничего не понимает. То есть, сколько раз ему нужно наступить на эту граблю, он как этот, индейец, апачи. Уже два фингала есть, но туда полку только остается, и все получить епископу. Уже ногу там ломал он, там его, видать, хорошо пригревает. Ну что еще-то ему нужно, чтобы нагрело? Ну и брат у него епископ. Но не он же стал второй раз дважды епископ советской войны в России. Ему один раз быть епископом, и это его паста. Пускай он мирян покажет своих. Не семинаристов этот забор, деревянных роботов этих, волчатник. А нормальных мирян, простых людей. А подожди, а вы знаете, в России кого хотят иметь президентом? Сейчас, а сейчас случится, это невероятно, но это вполне может быть. Все больше и больше людей туда склоняется. Прохоров? Лукашенко Александр. Белорусский президент. Интересно. Вы его не знаете просто? Нет, не знаю. Вы бы знали, как его любят все. У него там, он не смотрит ни на какие союзы, к нему там поцелают, никаких. Сейчас он, я лежу, сейчас ролик светит, он говорит. В нашей стране, ну, по крайней мере, пока я живой, никаких гомосексуалистов в семье не будет этого. Этой мерзости у нас не будет. Молодец. Все, да, настоящий мужик, вот это да. Дальше, вы отработали, то другое. Почему рабочим зарплата не повышена? Передать другому сразу. Вот это мужик, все внизу подписи. Вот это мужик, вот это работает с народом. По Белоруссии проехали, говорят, как по США едешь-то. Какая чистота, порядок. Восстановлен, заводы все сохранил, сельскохозяйство самообеспечивает. И он не отменял смертной казни, чтобы сколько, сот человек этих, маньяков казнил. А он никому не подчиняется. Он президент настоящий. И все, вот нам бы такого президента. А если они объединяются в одном союзе, тогда все, разговаривания нету. И он сразу, он этих, повалит, даже считать не надо. Почему? Он работает. Он работает. Я его в глаза не видам, но может быть встретимся. Все может быть. Мы для него подарок приготовили. Лукашенко Александр. Поэтому я еще раз хочу напомнить. Если вдруг зайдет вопрос, то поговорить с ним. Сказать. Ну, епископ. Максим. Ну, вы нам, да, показываете там, приезжаете. Священников. Мы видим только черные ваши мундиры. С погонами золотыми. Это все понятно. Покажите нам паству. Вот мы, простая паства нашего батюшки. Да, взлелеенные Словом Божьим. Игнатий Тихонович, руководитель этих занятий, понятно. Но вы нам покажите вашу такую группу. И вы там встаньте, как их пастырь. И тогда мы будем сравниваться. Сейчас сравниваться нам никак нельзя. Мы настолько ниже, сестры, мы настолько ниже московской патриархии сейчас. Потому что они-то все священники. А мы-то все миряне практически. Один наш батюшка... А отсюда вывод-то какой делается? Что мирян они в упор не видят. А если с ними объединиться, мы сразу исчезли их зрение. Мы имеем вес тот, пока мы здесь одни. Если только соединились, а все. Ни я, ни ты никакого значения больше не может. Так, эти собрания прекратить. Неподчинение епископа сразу поду канон попадаем-то. Он сейчас не может ничего сделать. Батюшка мне говорит. А вот если сейчас вот... Митрополит-то мой. Пощистит меня на покой. Ты скажи, я не хочу на покой. Как он тебя почистит? На каком основании? Тут есть паста. То есть это будет супер беззаконное дело. Если бы это можно, он давно бы сделал. Он на это не идет. А был Ирюни, мы молимся. Это батюшка-то вариант правил. Тогда что-то ничего. Ну, почистил на покой что-то. Нет, они сами сняты, ничего. С покоя возвращаются. Ну, человек на покой пошел, а потом вызвали его. Срочное дело вернули, как это Дэн Сяопина. И все. И опять руководство. Мы для них показываем, что такое настоящее православие. Вот в чем дело. Вот что они больше всего боятся. Если когда они верят, а вы православные, у вас так. Выходит, что и у нас могло быть. А меня спрашивают, а почему они этого не делают? Не скушайтесь. Это Семкин говорил. Он, почему они не работают? Почему они этого не делают? У нас так крохотулька. Нас вообще нету, считай, никого. Бложка одна. А они гоняются за этой блохой, за дохлым песом по горам. Как Саул за Давыдом. Игнать Ильич, я спешу напомнить вам, что епископ Евтихий вот здесь сидел. И когда ему задали вопрос, а где вы увидели возрождение России, что вы разразились такой необыкновенной речью, декларацией там за рубежом? Это же его 2002 год. Когда он сказал, а тут в России что происходит, братья зарубежники? Вы же не знаете, что там? Там возрождение. А он говорит, ну как, а вы? Кто? А кто? Нет, возрождение. А кто вы? Ну, вот вы здесь и там, потеряевка. Это епископ считает за возрождение России. А в этом есть что-то пророческое. Рано или поздно где-то что-то дрогнет. Я уже даже отработаю в интернете, и такие намеки, как блески, уже в этом есть. Люди уже прислушиваются. Так это православие. Так вы какие-то неправославные. Мы самые настоящие православные. Христиане. Но, вот когда, допустим, мы сказали, мы апостольские. Мы не говорим так. А вот я заряжаю. Апостольская церковь. И сразу выдвигается. Сразу же. Десять, двадцать строчек идет. Григориано-армянская апостольская церковь. Григориано-армянская апостольская. Они называются апостольской. Не католики, не православные апостольские. Они так и называются. Их обвиняют в монофилиции, в монофизиции. Они говорят, мы исповедуем два естества, две воли во Христе. Это обман. Они настоящие. И поэтому я свободно к любому священнику Григорино-армянскую подойду и благословлюсь. Мы неуязвимы для них. А у них что ты, еретики, к ним нельзя. А для меня даже до жени какой нет. Он, смотри, руку поднимает. Вот тебе, да. А почему мы тогда сидим с одним священником? Почему у нас больше нет священников? Столько братьев. Хоть какими-то хитростями вы где-то не отдали любезности. Че, мешок туда кинули, еще не долетел мешок туда. Туда? Туда. Туда? Хитростью, говорит, надо бы братьев было хоть поставить священниками. Да, об этом говорили, не поставили. Мы об этом вопросе раньше говорили. У нас было два диакона рукоположных, и оба оказались бракованные. Бракованные. Один ушел, не поймешь, куда, с чего, грека какие-то там старостильные. А другой здесь есть и только подыскивается, как, что, где. Он даже не служит. Преграда Богом поставлена ему. Вот и все. Значит, в этом что-то есть. У нас было бы несколько священников, все было. Но вот так вот Господь сделал. Еще хотел напомнить, что тоже это к этим же всем беседам, которые, возможно, состоятся с епископом Максимом, алтайским, алтайской апархией. Дело все в следующем. Вот то, что сейчас он согласился ехать, и разговоры такие-то о бороде, какой регламент он спрашивает. Это все, я к брату, к нашему старшему отношу. Это брат, твой огород камень. Это говорит о том, что никаких там мордобоев он не видит. Разговор идет на дипломатическом, утонченном уровне, который он понимает. Почему ты это не понимаешь? Разберись себе. Ну, на коленке встань, там сегодня приедешь. И помолись как следует. И попроси жену. Вдвоем молитесь. У вас там домашняя цепь. У них претензий-то нет, как они здесь беседуют. О чем вы речи? С вами нельзя беседовать. А батюшка сказал, мы договорились беседовать равное время, это часы. Но никто не делал. Но записывали. И когда подвели итог, получилось, что мы говорили на две минуты больше. Ну-ка, хозяева выходят. На одну минуту, что ли? На полторы там что-то. Вот. Вообще, говорили те, другие, те, другие. Все это записывали. Оказалось, вот так. Претензий не было. Там, которые ушли мы. Ну, там я говорил больше часа. Дали слово. Ты свидетель этому. К этому тоже претензий нет. Ни укором нет. Все принято. Ни одного слова. Только он в конце. Сказал секретарь, под каждым словом готов, может подписаться. Все. И вдруг раз, все прекратили. Почему? Я этот вопрос первый хотел поставить. А на него рано или поздно отвечать-то надо. Вон, брат, тоже улазит. Давай. А нельзя ли в регламент в Потеряевке, если бы удастся, встреча состоится с епископом, задать этот вопрос о рукоположении из наших мирян-священников. Если он как раз барашка-то этого съест, то милиц, если он настроится, об этом молимся. Потому что о Бог. Потому что на него давят сверху. Нам тоже надо как-то выходить из этого положения. Ты не сочти за глупость, я тебе скажу это. Вот, допустим, красный и белый, образно сказать, воюй-то. Но и у красных дело-то как будто получше идет. А белый-то уже переколотили. И генералов нет. Говорят, а может быть нам красный одного генерала поставят белым-то? Из наших. Возведут, и тогда мы начнем с ними снова воевать. Да ты что, за кого ты их считаешь-то? Ты что? Малахой. Как, Сережа? Проснулся. Надо ехать. Нашему брату надо ехать куда-то, где... Хотя бы он узнает, что они ответят на это. Вопрос задать-то можно. Они скажут, ты нормальный или откуда так? Это не нормальный. А пусть так и скажут. Пусть и скажут. Ну, без батюшки скажут. Не будешь. Скажут, да, я не нормальный. Я не... Но я хочу, чтобы брат мой был священником. Но не нормальный, значит, ты сознался в этом, тогда и не была. Сиди. Зачем, может, ты себя позоришь так? Я хотел доказывать, а ты сам согласился. Теперь, значит, следующее. Теперь я рассказываю. Я все это начал для чего? Здесь у нас собрался, так сказать, костяк как духовных мыслителей. Знаете, как сейчас решаются вопросы? При Совете дело состоится, вы понимаете? При Совете. Это что значит? Был Совет Большевиков, а Совета Верующих не может быть? Да у нас есть Церковно-Приходской Совет. Вы же все сейчас Совет Духовный. Вы все лидеры в своей душе. Вы лидеры, может, для целой страны, вы понимаете? Лидеры Духовные. И Лукашенко даже совет дадите. Вот женщина, сестра наша сидит. Она ему может такие советы дать, он еще лучше будет. Почему? Потому что Дух Святой здесь. Теперь дальше. Мы всего лишь обыграли эту ситуацию. Для чего? Во-первых, будет один командир, пока что ныне здравствующий. У нас есть староста наш, попечитель и старший чтец, старший не по званию, а просто он самый первый рукоположен у нас чтецом, Игнатий Тихонович, Лапкин. Он будет говорить с епископом, если Бог даст ему. А остальным не надо вылазить с вопросами, которые тебе не даны. Это все еще впереди. Подожди, это очень важный момент. Не один, чтобы не вылазил, предварительно не обсудив вопросов. Он скажет, какие у вас люди, до какого уровня? Вы что они делали? Помните, погибли? Когда ясно? Да. А одно слово не так. Кто, Поликетина вышел тогда? И все, сразу стучил, да вы что, это вас такие люди, это то-то, то-то. И все. Ее никто не просил. И она сказала правильно, но ее никто не просил. Он как сразу заиграл, что ты. Я академию кончал, а эта сидит, кто она такая? С чего она учит меня? Вот это вы их так научили, он сразу с нее на меня, она с меня где, говорит, ударил, там отскочила, и еще нету. Во-первых, вы смотрите, сейчас проиграли, и вы так все, я смотрю, ну многие, в глазах заблестело уже, уже как будто ты епископ сидит. И брат тоже здесь так уже эмоционально выступил. Это хорошо. Для чего это все нужно? Потому что это епископ, вы понимаете, нам что нужно сделать? Нам нужно до него донести слова Евангелия. Лучше всех у нас говорит Игнать Тихонович. Вот он тогда им час пять говорил, он сейчас говорит, а вот епископ это все услышит, увидит, я нисколько не сомневаюсь, что он это не увидит. Почему? Потому что то, что сказал Игнать Тихонович за час пять минут, там четыре, там с кем-то пятьдесят одна секунда у них там, если бы он это увидел, все подряд прослушал, он бы никогда не пошел на соглашение. Ну, за встречу в потеряйку никогда, не в жизни, потому что, ну, все было сказано уже, что непонятного-то? Все сказано. Значит, ему очень надо. А если ему очень надо, то мы из этого ягненка должны полностью ни косточки не оставить, не сокрушив, все нужно скушать. Он должен нам показать все, что есть у него в епархии, кроме этих семинаристов и своих священников. Покажите нам паству алтайскую. Почему они с нами не идут дальше, это рабочую группу не заключают? А кто будет в этой рабочей группе? Что, 180 священников? Разговор-то идет о рабочей группе, люди, чтобы они учились, мы вместе с ними, и изменения произошли. Какие изменения? До которых должна была зарубежная церковь поставить перед ними в свое время. Тогда изменится внутреннее состояние человека, чтобы они могли нам так сказать, мы сказали бы, это, а вы знаете, вот сейчас наша-то епархия почила, а она оставила завещание. Епископ Максим, а завещание такое, ты уж нас не съедай, прости у нас ради Христа, а он должен сказать, прослезиться и сказать, братья, да вы что же говорите, я же Бога боюсь, вы меня не бойтесь. Вот когда он скажет по бытию в 49 главе, тогда мы, 50 вернее, тогда мы поймем его. А пока этого не будет, всем только вот это вот, ворону и по горлу. Ну ладно, все, теперь продолжаем. А теперь продолжаем. А мы на этом и остановились. А теперь уже время. Давно? Вовремя, товарищи, считай. Все? Считай, посчитай. Читайте еще один стих. Закончим, Словом Божьим. Римлян, 16 глава, 2 стих. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. То есть для Господа окажите ей честь. Принимающий для Господа незначительного человека оказывает честь Господу. Афиба была святая, следовательно, тем более ей надлежало оказать честь. Поэтому присовокупил, как прилично святым, то есть как следует принимать святых. То есть снабдите, чем можете, подайте руку помощи, ибо не сказал, удовлетворяйте всем ее нуждам. Сначала похвалил, потом в середине поместил увещание, и, наконец, снова поставил похвалу, окружаясь обеих сторон, увещание свое оказать ей честь. Ибо она, говорит, была помощницей многим, даже мне самому, вселенскому проповеднику, претерпевшему столько страданий. Видимо, имением служила, как у Анастасии зарешительница, доставляла нужную, бегала везде, на почту отправляла посылки, ну, все, что надо. Как у лагеря, она опять там готовит. Это сестра Фива. А вот мы, Яна Златоуста, если вспоминаем, у него Олимпиада была, такая сестра, очень деятельная тоже, он и письма пишет, и такие страдания, которые он переживал, письма читаешь, ну, очень близкому человеку даже так не напишешь, как он переписывался, она ему пишет, у нее тоже там свои страдания начались. Ну, то есть, если почитать, ну, просто здесь много не написано, ну, почему не другого? И почему никто такое деятельное участие при аресте его не принял? Она до этого была такая, до ареста. И теперь она прилагает все силы, дорогой найти лучших лекарей, достает какие-то травы, посылает все необходимое, ходатайствует, она везде все успевает. Где больные, кто в какой камере, она все везде все знала. И Олимпиада, к ней большие пространные письма, Златоуста, третий том. Это как будто бы апостол какой-то. Я еще хочу сказать вот о первом стихе. Тут как раз говорили, что у нас разговоры-то все к месту были до этого. Вот, допустим, он обращается, говорит, сестра наша. А до этого, вот он обращается, он к братьям обращается, а нигде не говорит, братья и сестры. А ведь, что мужской пол, что женский, он спрашивает, говорит апостол Павел. Это, во Христе нету различия. А чем тогда не сказать, братья и сестры, как сейчас любят у нас говорить епископы, он на свое место все ставит. Вот здесь он обращается и говорит, сестра наша. А когда обращается, обращается, он говорит, братья. И нигде не говорит и сестры, или сестры, как хочешь. Я первый раз это заметил. И посчитал вручную, но, знаете, переписал, сейчас-то легко, поисковик есть, а тогда ни разу нигде не обращается. Я тогда обратился, это у баптистов, когда это там еще был, не баптист там было, а среди них встречался. Да, понятно. Я говорю, а почему братья и сестры не говорят, а вы говорите? Ну как, так говорят все апостолы. Ну а где? Нету. Нету. А почему нету? Теперь вопрос я ставлю. А почему нету? Вот отдельно он передает, но нигде к ней обращения-то нету. Вы примите ее по имени. А вот так, что Фила, ты давай это делай, тоже этого нет. Может быть, она была только одна такая, чтобы случайно из-за одной не дать другим повода возноситься. Не считать себя равными с братьями. Вот и все. А когда говорим братья, это означает и сестры, потому что сотворил мужчину и женщину, сотворил их. Она пишет, а сотворил человека, а называет мужчину и женщину. Женщина, только с этим согласитесь. Ну это толкование же идет, ну подобное здесь, когда говорят, что женщинам, жены ваши в цирках да молчат, и там идет, ну а братья, это и разговор идет, а братья что могут разговаривать? Да нет, братья-то они же духовнее, поэтому естественно. Они тем более, что они не должны разговаривать в храме, а разговор их идет. Если уже короткое создание, сказать, небольшое создание уговаривает, то вас-то чего уговаривать? Вы муж, я со всеми надо работать. Хочу сказать, и вот практика нашей общины уже два десятилетия, уже с лишним, показывает, что действительно братья себя ведут в церкви намного корректнее. Я даже могу сказать в разы. Допустим, если за неделю брать, сколько братья сказали слов, и сколько сестры, может быть даже в десятки раз. Потому что, чтобы братья оговаривались в храме, ну нет, это они могут суровый лик сделать. Сестры же будут оговариваться, будут советы давать, как там сеять морковку, там, ну все, вполне просто. То есть у них это уже на другом уровне. И при том, когда говоришь, совершенно нормальные, верующие, а что я особенного сказала? Но если бы ты знала, что последует сейчас наказание тебе, наказание не от меня. Просто ты сейчас будешь выходить, и тебе камень, будут падать обязательно, упадет камень, и ударит по ноге. Ты будешь языком болтать? В храме, мы говорим, только в храме. Притом уже столько лет мы работаем, скажи ты, нет, опять прорывается. Мужчину, мужской разум, я этого не понимаю, я вместить не могу, а ей даже нужды нету. Ну я же по-хорошему, я вот хотела, она все время комментирует. Комментирует и комментирует. А надо исполнять. Да я думала, а кто тебя заставлял думать? А чем ты думать могла? Вообще непонятно. Тебе сказано было, не лезь, и все на этом кончило. А я думала, что это еще, вы это с осени замотали, это яблони. В моем саду, в моем огороде, за меня думаешь, что я думал? Вообще, палата ума. Свобода, вот думаю. Понимаешь? Понятно? Я бы пришел сейчас к тебе и начал там у тебя передвигать шифонер, в другое место. Тебе понравилось? А ты пришла, думаешь, что это не той стороной стоит. Аминь. Похоже. Я не могу кое-что вместить. И при том, сказал бы, трудно, не лезь. Я прошу, не лезь и не разговаривай. Ну, тебе трудно? Нет. Вот я сейчас заходил сюда, вот сюда заходил. Я первым делом всегда думаю, буду я сегодня молчать. Вот как вы имеете. Но внутри меня был как бы разлитый огонь, и я не мог удержать. И вижу, он задает вопрос, голову поворачивает ко мне и спрашивает, ну, я вижу, что томится человек. Ну, как это можно его не удовлетворить? Я ему отвечаю. Вы слушайте, пошли вопросы. У меня это с первого дня. Это дано. Дано, и я знаю, для чего это дано, с какой пользой. Я еще хотел бы напомнить здесь, что вообще-то мы здесь читаем послание, то есть письмо апостола Павла к общине римской. В этот момент он пишет, находясь вместе с другими людьми. То есть там еще община какая-то людей. Он все время в каких-то общинах людей. Он не среди священников и семинаристов находится. Ну, будем так говорить, семинаристы это учащиеся. Учащиеся люди. Ладно, учащиеся, но они должны быть различного возраста. Не один там набрать молоднячок, который исполняем-с. Сказали АТУ, туда побежали всей толпой, туда, туда. Сказали, всем сделать вот такие постные лица мимо проходите. Девчонки идут, симпатичные девчонки, поют, чувствуется душа у них добрая, у девчонок. Поют хорошо, церковное песнопение. Мимо проходят, визитку подаешь, не надо, все, видно, что, ну, хорошо, хоть девчонок не на узкой ли, ни одна не сказала, ты козел или дурак, слава тебе, Господи. Ну, просто, может быть, не дождались. Ну, мы сильно не приставали просто. Но, эти, ребята-то, и за них это тоже, видать. Вовремя ушли. Разве так? Нет уж. Если это община, если это люди, они должны быть живые, чтобы о них можно было вот такой рассказ вести. Вот как, допустим, сейчас вы решили кому-то написать письмо и какой-то брат. Ну, вот, сейчас брат Николая вам близкий, вот, совсем-совсем вы рядом с ним будете, прям, душа в душу, и вам прям, надо единым целым быть. Сейчас всегда единым целым, но тут вообще, кто поможет? Ну, молитвы, понятно, это хорошо, будут молиться. Там есть братья, и в Германии, там где-то еще найдутся, может, другие, но вы же рядом будете. И вы о нем пишете, и вы. Вот брат, брат во Христе, ну, профессиональный водитель, отлично знает и правила, и у него чутье, и у него сила воли большая, и ночью там он может ехать, у него реакция отличная, отменная. Помоги Бог, чтобы так ангел хранится, сопровождал всегда. То есть, вы о нем можете сказать, епископ Максим, о ком может так говорить? Так вы едете на благовестие. И с какими дарами? На любой вопрос ответ есть. Даже какой-то этот, дятлов, кому он нужен-то, дятел этот? Ну, однако, долетался, вот и нужен, и он оказался. Почему? Нету других таких дел, но никто раскрыть не может. Я, Господи, встал в проломе, ответил, слава Богу, только можем сказать, наконец-то, ответ полный. Я-то тоже знал, что это бесы, а кто еще? Но такой подробности, чтобы вот с местами Писания, ну, не удосужился, да, я не дошел. А тут, и а сколько других вопросов вы отвечаете? О том же пояске. Ну, что такое поясок, кусок веревки? Вы посмотрите, там, какой ответ дается. на полчаса, если не больше. И везде, и везде. То есть, всегда должен быть какой-то отклик. Вот он пишет, апостол Павел, апостол, чем меньше епископа? Или я забыл? Да уборь, это не просто, это вселенский столб. Одинаковые. Как одинаковые. Апостол? Да выше апостола нет. Ангелы и то меньше, чем апостолы. что выше. Ну и что? А почему епископ-то не может ни о ком так написать? Почему епископ не едет с собой и не везет какого-то водителя? Как, допустим, взять у этот, который разбился у нас губернатор, Евдокимов. У него был водитель, там, какой-то опытный профессионал, друг его какой-то там, через знакомых, там, что-то, он, говорят, такой был прям, и поэтому не верит никто, что он мог разбиться. Он там вообще реакцией обладал необыкновенной. То есть, вот, ну, здесь может, может ли этот, пастырь такой добрый, раз теплый, амафор у него, показать тех, кто согретый им, вот этих вот, овечек-то? Ну, где они все? Где? Почему все время вот эта таинственность? Вы подойдите только к одной епархии, подходишь, как будто, как вот этой горе, туда подходить нельзя. Тишина, бойницы узкие, с этой стороны широко, чтобы не залез никто, оттуда стрелять можно, там видно, не видно, все везде, забор такой, сорокаметровый, простите, ну, за, ну, может быть, и выше. То есть, вот о чем еще здесь речь идет, не надо забывать, что это об общинах, уже хотя бы минимум две общины, да еще упоминает, еще Испания упоминает, идет, и все ждут, не дождутся встречи, а то, приехал епископ в очередную деревню, и что там, на какой-то праздник, осветили там что-то, ну, и сколько там было народу? Ну, показывают, там стоят, ну, 10 бабушек, все, больше никого нету, какие-то бритые, там есть мужики, может быть, казаки с собой привезенные, все, нету никого, спрашиваю, вот, Олег Стоглоприев, сейчас там у них идет массирование, у них так бы огромный был храм в свое время, взорвали его в Тогуле, теперь бьется этот, Вячеслав Масленников, чтобы построили храм, и какие-то там уже подвижки идут, да, я так понимаю, храм, и в тех же масштабах, да, хотят, он больше, чем Покровский собор там, огромнейший храм, я говорю, ты когда был последний раз? В церкви, ну, в Тогульской, он говорит, ну, вот, был последний раз, и сколько было человек, сколько, ты говоришь, было? Восемь. С тобой вместе? Восемь человек. Восемь человек. А сколько отселяет людей? Сколько людей? Я не знаю. Ну, было где-то 14 тысяч, сейчас поменьше, тысяч 7 тысяч. А это в какой день было? В воскресенье. Там одна служба. Да, ну, одна служба, суббота и воскресенье, в субботу еще меньше мы собираемся. в воскресенье, недели другие, Одна, да, одна, конечно, да, одно бы потянуть. Ну что, благодарим Бога. А можно вопрос? Вопрос, вопрос. Вопрос. Вопрос не в тему, братья, я прослушала, а мы на этой неделе, это как собираемся, лишь в субботу на ночь придем. На ночь. Да? В среду не будем поклонить? А в среду-то не будем собираться? Нету ничего у нас, у нас нету ничего. Там будет это, в пятницу будет спущено. То есть, а в субботу во сколько? Десять дней? Батюшка говорил, в храмы пойдет сюда собирать. Восемь часов здесь начинают братья, сколько их тут, не знаю, люди. Начинаем читать Деяния внушковых. Спасибо, Виктор. Аллилуйя. Только ночью не ходите, или пораньше, или с кем-то. Восемь или полдевятого ночью. Где-то так. А не успеем почитать? Так, еще один вопрос, когда я не смогу быть находиться здесь, сегодня уеду в Ухцовск, и приеду только десяток. Помоги, Господи, вам. Поэтому прошу молиться святых ваших. Дороги будут, пока путешествующие. Аллилуйя. Ну, она все так и решила делать, как хотела. Это не про нее, это уже про мою долу будет. Спасибо, Христос. Ну, ладно. Алифтина Павловна, которая была у нас, она прооперирована и просилась приехать в храм, если возможно будет. Выпускайте сперед, как видите, вы помените. Господи, слава тебе. Благодарим тебя, Христе Божий наш, истинный наш Бог за эту возможность собираться. В чем мы погрешили, прости нас, исправь, наставь. Благослови нас на благовестие, на путешествие. Пошли все необходимое для этого, и добрых помощников, наставников и советников. Если эта встреча с епископом должна быть, ты сам все устрои, расположи его сердце к истине. И священникам, Господи, поставь преграду в их клеветах, в той лжи, которую они распускают. А за все, что они делают и клевещат, я благодарю тебя, Господи. Это ты попускаешь, чтобы исправить человека, приблизить к себе. За здоровье, за болезни, за скорби, печали и радости, за все благодарим тебя. Как ты велик, наш Господь. Научи нас ценить это драгоценное, мирное время, когда еще проповедь о живом спасителе нашем Иисусе Христе сияет во всем мире. Приготовь нас встреча Святой Пасхи, умудри во спасение, а за эту милость, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Хвала тебе и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.